В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах и ведомственных проверках. Криминальные итоги в материалах наших корреспондентов. Криминальные итоги в студии Алины Чемерис. Лишение прав на полтора года или 15 суток за решеткой. Мировой суд решает судьбу водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Все случилось в половине восьмого вечера. Ученица девятого класса переходила дорогу по зебре на пересечении Масленникова и Гая. В это время, как зафиксировал видеорегистратор очевидца, девочку сбила машина и даже не притормозив уехала дальше. Благодаря этой видеозаписи полицейским удалось буквально в считанные часы задержать виновника аварии. Был установлен очевидец, у которого все это случилось на глазах. В машине был установлен видеорегистратор. При просмотре видеозаписи на него была установлена марка и цвет автомобиля. Потом с помощью родственных мероприятий установили и водителя данного транспортного средства. Он не сопротивлялся, а данную свою винову признал. Мужчина был освидетельствован, а мужчина был трезвым. Для самого виновника аварии мужчина 65 лет, уверяет он, случившееся стало настоящим шоком. За более чем 30-летний водительский стаж такое произошло впервые. Рассказывает, когда ехал, почувствовал удар, понял, задел кого-то, но с испугу проехал дальше. Потом остановился, пошел пешком на место ДТП и увидел, несколько человек оказывают первую помощь девушке. Постоял, пока не замерз, минут 10-15. Просто уже и сердце давило. А вы не сказали, что это? Нет, я не сказал. А почему испугались? Ну тут человек 10-12 было, конечно, возмущенных. Я с малодушничал, конечно. Чтобы сдаться полиции самому, горе-водитель даже не успел подумать. Говорит, очень быстро поймали. Девочка сейчас находится в больнице имени Пирогова с различными травмами головы. Первое, что хотел бы, это встретиться с родственниками, побывать у нее. Все, что смогу, чем могу. Так сложилась жизнь. По данным полиции, водитель 94 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. А именно, не пропускал пешеходов, выезжал на встречную полосу и проезжал на красный свет. В зависимости от степени тяжести травм девушки, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Долгов на миллионы. В Куйбышевском районном суде решался вопрос об условно-досрочном освобождении Татьяны Жевжаренко, осужденной за мошенничество в особо крупном размере. Жительница Тольятти руководила компаниями-поставщиками АвтоВАЗа. Пользуясь хорошей репутацией, набрала много миллионные кредиты на фирмы Пустышки. В итоге банки потеряли сотни миллионов рублей. Судебные разбирательства длились несколько лет. Мошенницу приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Ходатайство об условно-досрочном освобождении подал защитник Татьяны Жевжаренко. Сторона прокуратуры против удовлетворения ходатайства в досрочном освобождении Жевжаренко. Поскольку ей каких-либо мер по возмещению многомиллионного иска не предпринято. Более того, ее поведение в местах лишения свободы не нельзя называть положительным, так как осужденный неоднократно совершал нарушение режимных требований. Я считаю, что ту часть наказания, которая надбыла, а большую часть она надбыла в условиях следственного изолятора, намного строгих, чем колония общий режим. То есть уже позволяет ей выйти из колонии, находясь на свободе, выполнять свои гражданские обязанности, в том числе по погашению исков. Суд постановил, раньше срока Татьяна Жевжаренко на свободу не выйдет. На сегодня долг мошенницы составляет 148 миллионов рублей. Ее коммерческое имущество стоимостью 300 миллионов рублей находится под арестом. Приговор по делу об изнасиловании двух самарских школьниц вынесен. Преступление произошло в октябре прошлого года. Обвиняемый гражданин Узбекистана свою вину признал. Теперь ближайшие 17,5 лет ему предстоит провести в колонии строгого режима. За процессом следил Олег Зверев. 17 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима такое наказание суд вынес от Денису Фатахову. Судебный процесс шел в закрытом режиме. Прессу допустили только на оглашение приговора. Подсудимый выслушал вердикт, закрыв лицо руками. По совокупности, что вы наставили с нами, статистическая, в частности, в другую часть, в другую путем участия на сложение наказания, окончательно, значит, Фатахову в 17 лет и 6 месяцев решение свободы с удовольствием наказаниями в строительной колонии строгого режима. Он гражданин Узбекистана. В Самаре работал на стройке. У самого годовалый ребенок на момент совершения преступления новорожденной. Это произошло больше года назад. По версии следствия, обвиняемый в пьяном виде в подъезде напал на двух школьниц и уже в квартире ограбил и изнасиловал. А уже через три часа его задержали. Своё вино обвиняемый полностью признал. Увидел дверь открытой, взял просто золото есть, да, да, есть. Там девчонки были молодые. Забрал золото и ушел сразу. И сразу через 20 минут в этот, как его, сдал в ломбард. Это показания Дениса Фатахова сразу после ареста. Своего обидчика узнали и потерпевшие. Гособвинение потребовало для него 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд, учитывая все обстоятельства, уменьшил срок на полгода. Фатахов в ходе всего судебного заседания в последнем слове он вину признал. В содеянном раскаялся. Просил строго его не наказывать, поскольку на иждивении у него имеется малолетний ребенок. Но суд с учетом личности подсудимого, с учетом совершенных им преступлений, назначил наказание. Что же касается страны защиты, адвокат от комментариев отказывается. Не исключено, что будет обжаловать приговор. К ним приехал ревизор. Владельцам незаконных кафе и автомоек на Алма-Атинской напомнили о необходимости оплачивать штрафы. В гости к должникам заглянули сотрудники Росреестра. Дело в том, что почти каждая постройка в этом районе возведена с нарушением закона, что не мешает коммерсантам игнорировать штрафы и спокойно работать, иногда делая паузы на общении с контролерами и журналистами. В причинах такой, мягко говоря, ненормальной ситуации разбиралась Валерия Макарова. Улица Алма-Атинская – это целый район ресторанов, гостиниц, автомоек и саун. Все они здесь, по данным Росреестра, появились незаконно. По документам, на этой земле можно разве что выращивать картошку. Зона Р-5 подразумевает только садово-дачные участки и коллективные сады. Из-за этого местным бизнесменам регулярно приходится оплачивать штрафы, ведь землей они пользуются не по назначению. Должникам приехали сотрудники Росреестра. В первом же ресторане нас встретил удивленный бармен. А задолженности он слышит впервые, владельца и управляющего на месте нет. Зато на следующей точке хозяин офисного здания сам вышел к журналистам, рассказал о проблемах насущных. Посетовал, что постройку его не хотят регистрировать. Все потому, что к этому району сейчас особое внимание властей. Бизнесмены предлагают решить разом все проблемы, перевести эту землю в зону С-2. Она разрешает строительство коммерческих предприятий. Процедура, однако, сложная, несколько уровней согласования и публичное слушание. Все хотят это перевести. Нам почему-то не идут навстречу. Да, это незаконное строительство. Да, мы готовы оплатить административную штраф, чтобы перевели зону С-5, зону С-2, коммерческое пользование, платить, соответственно, другие налоги. Налоги действительно вырастут в разы, что городскому бюджету, конечно, на руку. Предприниматели утверждают, что готовы добросовестно платить, лишь бы их самовольные постройки узаконили. В Росреестре объясняют, бизнесмены сами создали себе проблемы и теперь хотят, чтобы их решили. Если бы собственники, приобретающие здесь участки, сразу знали, что они планируют использовать его для коммерческих целей, им до того, как начинать строительство, нужно было в первую очередь попытаться решить вопрос о смене зонирования. Практически каждому владельцу кафе или автосервиса на Алма-Атинской приходят штрафы за нарушение земельного законодательства от 10 тысяч рублей. Но они, видимо, не сильно волнуют бизнесменов. Сразу два нестандартных дорожных происшествия случились в Самаре. В соцсети появилось объявление об угоне трех экскаваторов. Машины исчезли в ночь с 14 на 15 ноября на трассе М5 в районе ресторана «Русская охота». Пока неизвестные катались на спецтехнике, на московском шоссе произошел еще один курьезный случай. Очевидцы записали на камеру мобильного телефона, как группа людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. Утром 15 ноября от улицы Авроры до революционной образовалась огромная пробка. Выяснилось, что на первой полосе по направлению в город встали троллейбусы. По данным ТТУ, здесь была повреждена контактная сеть. Специалисты управления сумели устранить повреждения и восстановить движение транспорта. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова